В Фельдман-экопарк, вниманию посетителей, представлена самая крупная в Украине коллекция какаду. Здесь можно увидеть аж 7 видов этих попугаев. Одни из них вполне обычны, а некоторые, такие как малукский и филиппинский какаду, довольно редкостны и занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Благодаря своему долголетию, а какаду живут в среднем 50-70 лет, и природные сообразительности, эти попугаи достаточно популярны среди любителей домашней экзотики. Какаду при правильном содержании очень ласковый и привязчивый к своему хозяину. Недаром их часто называют кошками в перьях. Среди них, чаще чем среди других попугаев, встречаются особи, способные к воспроизведению разговорной речи. Кроме того, они нередко обладают особым артистическим даром. Причем, наблюдая за попугаями, кажется, что они танцуют, гремасничают и совершают другие забавные трюки исключительно ради собственного удовольствия. Представители рода белых какаду между собой сильно отличаются размерами. Среди них есть и крупные виды, весом почти килограмм, и миниатюрные попугаи размером с дрозда, как какаду-гофина. Кстати, это первый вид какаду, которого человек стал держать дома. Но, пожалуй, самым известным и популярным является большой желтохохлы какаду. Помимо крупных размеров, его визитной карточкой является хохолок на голове из узких удлиненных перьев желтого цвета. Эти попугаи пользуются большой популярностью среди любителей пернатых. Они быстро приручаются и сильно привязаны к человеку. Благодаря приключенческой литературе, за какаду укрепилась прочная слава спутника-пиратов, невозмутимо восседающего на плече капитана флибустиеров. Кстати, в эко-парке каждый желающий может сфотографироваться с ручным какаду и хоть на мгновение почувствовать себя, если не пиратом, то как минимум Робинзоном Крузо. Продолжение следует...